Здравствуйте! Сегодня мы поговорим с вами об основах конституционного строя Российской Федерации. Процесс становления конституционного строя в России был очень тернист. Он встретил на своем пути очень много преград. Сегодня мы совершим небольшой экскурс в историю конституционного становления в нашей стране и познакомимся с людьми, которые первыми предложили перейти от самодержавной монархии Конституционной Республики. Среди нормативно-правовых актов, закрепляющих нормы конституционного права, основным является Конституция. Истоки конституционной мысли в русском государстве прослеживаются со времен русской правды Ярослава Мудрого и правды Ярославичей XI века. По учению Владимира Мономаха, судебника Ивана III 1497 года и судебника Ивана IV 1550 года, соборного уложения 1649 года. Идеи, заложенные в этих документах, оказали непосредственное влияние на декабристов и их товарищей, авторов проектов первых демократических конституций России. Попытка силой внедрить идею Конституции в жизнь российского общества закончилась трагическими событиями декабря 1825 года. Несколько тысяч сторонников этой идеи были подвергнуты жестокому наказанию, а сама Конституция, как необходимый атрибут государства, на долгие годы была предана проклятием и забвением. Однако идеи декабристов не прошли даром. Они нашли свое продолжение в планах и преобразованиях выдающихся государственных людей XIX века. В основу государственного устройства Спиранский положил принцип разделения властей – законодательный, исполнительный и судебный. Каждая из них, начиная с нижних звеньев, должна была действовать в строго очерченных рамках закон. Центральный представительный орган Спиранский назвал Государственной думой. Она должна была дать заключение по законопроектам, поступившим на ее рассмотрение, и заслушивать отчеты министров. Все власти – законодательные, исполнительные, судебные – соединялись в Государственном совете. Мнение Государственного совета, утвержденного царем, становилось законом. Если возникало разногласие, царь по своему усмотрению утверждал мнение большинства или меньшинства. Ни один закон не мог вступить в действие без обсуждения в Государственной думе и Государственном совете. Спиранский подчеркивал, что суждения думы должны быть свободными, они должны выражать мнения народные. В этом и заключался принципиально новый подход Спиранского. Действия властей он хотел поставить под контроль общество, ибо безгласность народа открывает путь к безответственности властей. Под руководством Лорис Меликова стала разрабатываться программа продолжения либеральных реформ Александра II. Предполагалось, что необходимо понизить выкупные платежи, отменить подушную подать, которую платили низшие сословия. Встал вопрос о представительном собрании. Лорис Меликов был против немедленного создания парламента по западному образцу, считая, что это принесет в Россию полную смуту. Он предложил воспользоваться опытом, полученным при разработке крестьянской реформы, созвать комиссию с участием представителей земств и крупных городов. Это был прообраз представительного собрания. Александру II план понравился. Он как бы возвращал императора в счастливые дни его царствования. Но этой реформе не суждено было осуществиться. Александр II был убит, а Александр III был противником всех реформ отца. Первым шагом на пути к конституционной монархии стал царский манифест от 1 января 1901 года. Самодержавие пошло на явную ступку либеральной общественности. Манифест провозглашал введение демократических свобод, создание Государственной Думы и расширение круга избирателей. Одновременно сообщалось о создании нового государственного органа, Совета министров во главе с председателем. Однако плавного перехода от абсолютной монархии к конституционной не получилось. Это привело к февральской и октябрьской революциям 1917 года. В разное время в нашей стране были приняты четыре конституции. Конституция 1918 года – конституция периода гражданской войны. В стране была узаконена новая форма государственности – диктатура пролетариата в форме советской власти. Первая конституция государства российского была принята вскоре после Октябрьской социалистической революции – 10 июля 1918 года на Пятом Всероссийском съезде Советов. Принятие Конституции РСФСР явилось событием исторического значения. Это была первая в мировой истории конституция государства диктатуры пролетариата – государства социалистического типа. В связи с тем, что это была не только первая советская социалистическая конституция в мире, но и первая в истории нашего государства – общероссийская конституция. Она не опиралась на принцип преемственности конституционного развития и определяла основу устройства нового общества на конституционном уровне впервые. Руководствуясь лозунгами, под которыми в 1917 году шли к власти социалистические партии и первыми декретами советской власти, принятыми до середины 1918 года. Из всех последующих российских конституций она была в наибольшей степени идеологизирована, политизирована и имела классовый характер. Конституция 1924 года о юридическом оформлении процесса создания и оформления Союза Советских Социалистических Республик произошло на Втором съезде Советов СССР, когда 31 декабря 1924 года была принята первая Конституция СССР. Она зафиксировала принцип добровольности создания СССР, равноправия союзных республик и их суверенитет, гарантировала им право выхода из состава союзного государства. В отличие от Конституции 1918 года, Конституция 1924 не включала в свой текст декларацию прав трудящихся и эксплуатируемого народа. Однако в ней отмечалось, что она исходит из основных положений декларации и воспроизводила многие из них. Она стала юридически более строгой, без общих политических положений, присущих предшествующей Конституции. Конституция 1936 года была действующей в течение 1941 года. В этот период произошли очень важные события в нашей стране и в мире. Вторая мировая война, Великая Отечественная война, годы Холодной войны, годы послевоенного восстановления народного хозяйства, освоения космоса и многое другое. Принятие Конституции СССР 1936 года объяснялось необходимостью обновления всей Конституционной системы Союза в связи с переходом страны на новый этап своего развития, ознаменовавшийся построением основ социализма. Конституция 1977 года. В первые 10 лет до начала перестройки вся Конституционная система СССР характеризовалась следующими чертами. Конституция отражала новый этап жизни советского общества, этап развитого социализма, что означало превращение советского государства из государства диктатуры пролетариата в общенародное государство и закреплялось в первых. В связи с этим в Конституции было впервые введено понятие «народ». Именно он был объявлен субъектом, которому принадлежит вся власть. Несмотря на утверждение об общенародном характере государства, Конституция не утрачивала классового характера. Это проявлялось в том, что в преамбуле Конституции прямо говорилось о сохранении в ней преемственности идей и принципов Конституции РСФСР 1918 года, Конституции СССР 1924 и 1936 годов. Реформирование Конституции, начавшееся в 1989 году, шло по линии постепенного изменения прежде всего ее сущностных черт. Начавшийся процесс перестройки и демократизации всех сторон жизни общества был ознаменован законом РСФСР об изменениях и дополнениях Конституции РСФСР, принятым в 1989 году. В этом процессе могут быть выделены тенденции, постепенные изменения сущности Конституции, признание ее общедемократического характера, воплощение в ней воли всего народа. В 1988 году началась реформа политической системы в СССР. Вопросы реформы политической системы обсуждала 19-я Всесоюзная партийная конференция. Был провозглашен курс на создание социалистического правового государства, разделение властей, создание советского парламентаризма. Для этого Горбачев предложил сформировать новый высший орган власти, съезд народных депутатов. Превратить Верховный Совет в постоянно действующий парламент. Было изменено избирательное законодательство. Выборы предполагалось проводить на альтернативной основе, сделать их двухступенчатой. Главной стала идея построения правового государства, в котором обеспечивается равенство всех граждан перед законом. Было решено ввести пост президента СССР. Была отменена шестая статья Конституции, закреплявшая монопольное положение КПСС в обществе. Это открывало возможность для формирования многопартийности в Советском Союзе. 12 декабря 1993 года путем всенародного голосования была принята новая Конституция, которая стала началом нового этапа конституционного развития страны. В главе первой закреплялись новые основополагающие принципы общественного устройства. В России провозглашалось демократическим, федеративным, светским, правовым государством с республиканской формой правления. Заявлялось, что носителем суверенитета и источником власти является многонациональный народ. Человек, его права и свободы признавались высшей ценностью. Впервые закреплялся принцип непосредственного действия конституционных прав и свобод. В новой Конституции последовательно проводился принцип разделения властей. Устанавливался принцип идеологического, религиозного и политического многообразия. Важным в Конституции Российской Федерации 1993 года является положение об особой защите системы государственной власти. Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или присвоение властных полномочий преследуется по федеральному закону. Устанавливается признание и равная защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности. Впервые в истории Российской Конституции устанавливается светский характер государства. Российская Федерация провозглашается правовым государством. Впервые закрепляется положение о том, что общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью его правовой системы. По сравнению с предшествующими Российскими Конституциями, Конституция 1993 года внесла значительные изменения в нормы, закрепляющие институт прав и свобод человека и гражданина. Закреплен принцип неотчуждаемости прав и свобод и принадлежности их каждому от рождения. Устанавливаются новые для нашего законодательства права и свободы, а именно право на жизнь, запрет пыток, насилие, защита частной жизни и другие. Конституция 1993 года содержит ряд важных положений, направленных на укрепление единства Российской Федерации. В частности, закреплено, что суверенитет России распространяется на всю ее территорию. Конституция и законы Российской Федерации имеют верховенство на всей территории, что обеспечивает ее целостность и неприкосновенность. Федеративное устройство Российской Федерации основано на ее государственной целостности, единстве системы государственной власти. Для сохранения целостности России принципиальный характер имеет ликвидация понятия суверенитета республик, входящих в Российскую Федерацию. В Конституции установлено, что во взаимоотношениях с федеральными органами власти все субъекты федерации равноправны. Конституция 1993 года содержит ряд новых положений в сфере организации и деятельности системы органов власти. Президент Российской Федерации выводится из системы исполнительной власти и занимает особое самостоятельное место. Президент как гарант Конституции стоит над ветвями власти. Это проявляется в том, что на него возложены определения основных направлений внутренней и внешней политики. Парламентом Российской Федерации является Федеральное собрание, состоящее из двух палат Совета Федерации и Государственной Думы. В отличие от ранее действующей Конституции, устанавливающих принцип равенства Палат Верховного Совета, Конституция 1993 года устанавливает различный порядок формирования, численность, сферу полномочий каждой из палат. Значительные изменения внесены в законодательный процесс. Конституция вводит ранее неизвестный вид законодательного акта – Федеральный конституционный закон и устанавливает особый порядок его принятия. В третье тысячелетие Россия вошла с новыми государственными символами. В декабре 2000 года Государственная Дума приняла законы о государственной символике Российской Федерации – ирбе, флаге и гимне. Любая Конституция – это документ, который закрепляет основы конституционного строя государства, права и свободы человека и гражданина, основы общественного строя, форм управления и территориального устройства, организацию высших органов власти, столицу государства и государственную символику. Спасибо за внимание.